Всем привет! Сегодня я хочу еще раз поговорить о форме Земли. Я много раз слышал от альтернативщиков такую мысль, что якобы нигде на практике не учитывается сферичность Земли. И при этом приводит кучу примеров различных видеороликов и книг, где черным по белому написано не учитывается. Собственно, об этом я и хотел поговорить. Во-первых, не учитывается и не существует вообще не синонимы. Вот если бы там действительно было написано кривизны нет, тогда был бы несколько другой разговор. Какой вообще смысл писать, что что-то не учитывается, если этого вообще не существует? Забавно было бы, наверное, встретить в какой-нибудь серьезной научной книге фразу «дальнейших расчеток влияние розовых единорогов не учитывается». Ну и во-вторых, если даже форма Земли где-то не учитывается, значит на это есть причины. Глупо было бы, наверное, спрашивать у производителей автомобилей или обуви, учитывают ли они кривизну Земли. Да и не в каждом случае при строительстве тоже требуется учитывать кривизну. Несложно догадаться почему. В общем, на тысячу примеров, где кривизна не учитывается, мне достаточно привести всего один, где она все же учитывается, и этого будет достаточно, чтобы заткнуть рот всем альтернативщикам. И примеры у меня есть. Начнем с примера из геодезии. Мне попадалось много альтернативщиков, которые утвердали, что как раз геодезисты вообще нигде не учитывают сферичность Земли и даже приводят цитаты из учебников. Особенно часто попадается фраза, что при построениях на местности меньше определенного размера кривизна не учитывается. Обычно звучат цифры от 5 до 20 километров. Ну, во-первых, про учитывается, не учитывается я уже сказал выше. Добавлю только один момент. Это выдергивание из контекста, которым постоянно грешат альтернативно одаренные. Вот посмотрите на эту фразу полностью. Видите, как поменялся смысл? А во-вторых, выходит, что выше этого предела все-таки учитывается. Или как? Уважаемый альтернативщик, ну откройте уже литературу по геодезии и разберитесь с этим вопросом. А то выглядите, мягко говоря, глупо. И не надо тупо повторять друг за другом как молитву. Не учитывается, не учитывается, не учитывается. Потрудитесь сами лично изучить вопрос. И вот сейчас небольшое отступление. Буквально в процессе создания этого видео очередной неадекват почти слово-слово повторил все то, что я сказал выше. И это еще нас кто-то обвиняет, что мы работаем по методичке. Вот посмотрите, этот даже пишет как по шаблону. Этот альтернативно одаренный тип завел песню про 20 километров, при которых призна не учитывается. Но стоило копнуть глубже и тут же открылись забавные подробности. В общем, меняйте методичку, господа. Переписку и книгу, о которой идет речь, добавлю в описании к видео. Кому интересно, почитайте. Ну а мы едем дальше. И пока альтернативщики заняты чтением, перейдем непосредственно к специалистам по геодезии, а именно к маркшейдерам. Окей, Google. Кто такой маркшейдер? Маркшейдер – это специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности, с последующим отображением результатов измерений на планах, картах, разрезах, пригорных и геолого-разведочных работах. Проще говоря, маркшейдер – это как бы подземный штурман, задающий направление тех или иных работ. Особенно это актуально там, где счет идет на сантиметры. Например, при прокладке туннелей. Наверняка вы видели или слышали о различных случаях, когда какой-либо туннель начинали прокладывать с двух сторон сразу и встречались в заранее известной точке. При этом расхождения были минимальными. Вообще это событие называется сбойка. И допуски на сбойку довольно строгие. Не более 10 см по горизонтали и 5 см по вертикали. И чтобы добиться такой точности, естественно, нужно учитывать по возможности все, что можно учесть, в том числе и кривизну земли. Не верите? Посмотрите соответствующую документацию. Альтернативщики, это я к вам обращаюсь. Я говорю вам про ту самую документацию, которую вы же мне цитируете. Для начала ознакомьтесь с инструкцией по проведению маркшейдерских работ. При расстояниях от исходного пункта до определяемого более 700 метров и одностороннем тригонометрическом нивелировании в превышении вводят поправки за кривизну земли и рефракцию. Вот так неожиданность. Оказывается, если прочесть чуть больше, чем разрешил глава вашей секты, вы можете многое узнать. В одном из более ранних изданий этой же инструкции даже есть формула расчета этой поправки, завязанная на радиус земли, а также таблица примеров этой поправки. Например, на расстоянии 1 км поправка составляет около 7 см, на расстоянии 2 км уже 27 см. Вообще, если глубже изучить профильную литературу, можно узнать, что поправки берутся не только на таких больших расстояниях, но и чаще, если это требуется. В итоге таких замеров и поправок в процессе прокладки туннелей будет множество, особенно при прокладке многокилометровых туннелей. Если не учитывать кривизну земли, ошибка может достигать нескольких метров, и два туннеля могут вообще не встретиться или встретиться не там, где планировалось. Но маркшейдеры знают свое дело, и туннели, как правило, сходятся с высокой точностью. Что вы на это скажете, альтернативщики? По-прежнему будете тупо повторять за своими пастухами? Или может начнете, наконец, уже проверять информацию, которую вас кормят лживые авторы ваших плоскоземельных каналов? Но книги книгами, а живой наглядный пример никогда не помешает. Итак, мост Верацана Нерлс в Нью-Йорке. На момент постройки он был самым длинным подвесным мостом в мире. Длина свободного пролета почти 1300 метров. Такая большая длина вместе с большой высотой опор более 210 метров привела к тому, что архитекторам пришлось учитывать конструкции кривизну земной поверхности. Таким образом, опоры, которые сами по себе строго вертикальны, при этом не параллельны друг к другу. Их вершины находятся друг от друга на 41 мм дальше, чем их основания. И это только один из примеров. Кому интересно узнать больше, Google в помощь. Ну и небольшая тема для самостоятельного изучения. Она довольно сложная для понимания, поэтому я ее и не стал разбирать в этом видео. Поэтому, кому действительно интересно и хочется узнать что-то новое, вбейте в поисковике вот эту фразу. Сферический избыток или эксцесс. Также можете добавить уточнение. Геодезия, измерение площадей, сферическая тригонометрия и так далее. Знаете много нового, обещаю. В общем, подвожу итог. Геодезия учитывает кривизну земли всегда, когда это необходимо. Геодезисты и строители постоянно на практике учитывают реальную форму земли. Так что, господа альтернативщики, прекратите повторять как попугай ложную и непроверенную информацию. Настоятельная просьба ко всем, кто не согласен со мной или считает информацию непонятной. Прежде чем писать комментарий, пожалуйста, изучите сначала информацию, указанную в описании к видео. Ее там более чем достаточно. Там есть ссылки на все использованные и упомянутые источники. На этом прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.